Но, но, есть еще самый неудобный вопрос, который неудобен не только для всех, но и для меня самого. То есть я когда его себе задаю, я подавленно молчу. Вы его все знаете, мы его обходим стороной, но я его сейчас произнесу. Хотите реагировать, а хотите не реагировать. В этой войне действительно не будет применено ядерное оружие? Даже в случае отвоевания нами Крыма? Да даже если будет применено, не бог вешу, поверите. Ну, ядерное оружие, ну бах, и что? Все непросто, нас чернозем. Да нет, ну куда они будут бить? А что будет реально цель? Алексей, а что такое будет Украина, в которой применено ядерное оружие? Да дело даже не в этом. Ядерное оружие. А чем ее тогда будет? Тактическое ядерное оружие. Зачем тогда будет здесь жить? Тактическое ядерное оружие нужно для обороны. Вернее, для наступления. Оно для обороны не годится совершенно. Чисто в военном отношении. Оно нужно для прорыва участка фронта, через который задут танки и пойдут в стрельбу. Нет, сейчас вы исходите из некой рациональной логики. Вы действительно думаете, что ядерное оружие будет применено рационально? Так, а что такое стратегическое, будут бить по нам? Пуск стратегической ракеты будет однозначно воспримет на Западе, как неизвестно куда летит. На ней же не будет написано, мы стреляем по Украине. Будет реагировать все НАТО и очень быстро возвратный ответ на удар. Да, это ядерная война тотально. Да, тактическая территория 2 квадратных километра. Ну, не 2, а 2 на 2 километра будет заражено 8 квадратных километров. Нет, 4. Простите. Ну и что? То есть это неудобно? Это неудобный вопрос, но это невеликая проблема. Особенно при категорическом китайском запрете на применение. Такой вопрос возникнет с высокой долей вероятности, в случае, если мы выйдем к перекупу, допустим, подойдем. Так, ну, это тоже не очевидно. Я просто помню, этот вопрос проговаривался еще в прошлом году, хорошо, Алексеем. Ну, мы его не раз проговаривали. Не у нас именно, а где-то в других местах. И я помню, потому что я делал нарезки. Вот, и там была сказана хорошая такая фраза, я ее процитирую сейчас примерно по памяти. Ты сказал что-то типа того, ну, мол, как бы, ну, вот он применит, а дальше что? Потому что ядерная война, это тоже самая война, как бы, ее придется как-то использовать этот фактор. Не, ну, хорошо, ударил. Единственный расчет на то, что мы испугались и перестали воевать. Мы же не испугаемся, не перестанем. А дальше, значит, надо применять вторую, третью, пятую, десятую ядерную боевую. А как это, Амир, что будет смотреть? А крупнейшая война в Европе, да, с ядерным оружием, 20 боеголовок. Ну, во-первых, это заражение европейской территории России и Беларуси. Здесь живут 100 миллионов населений, да, как бы, да, невозможность, непригодность для жизни в защитной степени. То есть это ценой самоубийства для них. Во-вторых, на бирже не будет смотреть, как 20-й раз херачат боеголовкой в Европе, да. А если будут? Не будут. Не будут. Это прямая опасность для них. А, Алексей, извините, задам вам неудобный вопрос. А вы из какого опыта это говорите? Ну, я просто знаю, как они принимают. А если они не так, как они? А что бы деньги, так как они? Ну, вот реально. Это же прямое заражение вод, почв, ветра, все остальное. Мы видим, как они реагировали на чужого. Именно так все, как вы. И что? И будут ходить в халатах, но ничего не будут делать с Россией. Там и в противогазах у себя в Европе, никогда в жизни.